Получилась очень нервная победа, хотя дал не знаю на какой минуте удаление было 70-75. Казалось, что все будет спокойно, концовка будет спокойная и доведем уверенно до победы. К сожалению, сами себе создали проблемы, пенальти совершенно не вынуждала тянуть за руку, хватать, давать повод в суде для пенальти. И сразу получили второй гол. Ну естественно, уже при счете 3-2 это не 3-0. Уже даже в большинстве начали прижиматься к воротам. Ну это психологи начали удерживать счет. К сожалению, не попали в игру игроки, вышедшие на замену. То есть, если у Динамо было удаление, они стали в десятером, то мы, можно сказать, тоже были в десятером. Потому что то, как играл у нас один футболист, тоже игрой назвать тяжело. И Сазончик, вышедший на замену, заработал пенальти. Хотя, ну, это игровой момент тут, может быть от большого желания. А когда у футболиста, наоборот, нет желания, и это очевидно, то тоже большие вопросы к профессионализму именно этого футболиста. Ну а так, конечно, если бы мне до игры, до игры меня спросили, согласен ли я на то, что мы играем 3-2 у Динамо. Я бы сказал, захлопывал в ладоши и сказал бы, что, конечно, конечно, давайте, давайте. Ну, конечно, концовку игры мы сами себе смазали. Ну, безусловно, травма Рыжука повлияла на это. То есть, у нас было все стройно, все четко, все надежно. После этой травмы выбыл один из центральных защитников, и пошел какой-то дисбаланс. Дисбаланс и неуверенность, что и вылилось в эту нервную концовку. А так, до удаления, я считаю, с нашей стороны была очень цельная, грамотная игра с большим количеством возможностей для того, чтобы еще счет увеличить. Мы регулярно убегали в контратаке и могли решать исход. Конечно, недоволен, особенно недоволен, как играли первый тайм. Потому что нельзя пропускать гома первой минуте. Понятно, что у нас была на разминке вынужденная замена. Плохо себя почувствовал Динго, поэтому мы решили. Был момент поставить или Чижа, или поставить Карла. Ну, то есть, но решили дать Саше шанс. Конечно, неудачно он эту игру провел. И неправильно играли. Играли очень академично. Играли спиной к чужим воротам. Поэтому первый тайм, я считаю, безобразным в нашем исполнении был. И пропустили три мяча. Не так часто я видел такие, чтобы ни концентрации не было. Второй тайм после удаления ребята собрались, разозлились. И я считаю, что, как сказать, имели ряд моментов, чтобы сравнять, выровнять игру. Не хватило, не хватает, не хватает сыгранности, не хватает много каких моментов. Но то, что команда функционально готова, то, что команда, как бы, у нее есть большой потенциал. Это я вижу. И понятно, что с нами все играют сейчас вторым номером. Нам надо научиться взламывать эти шалонированные обороны. Ну и, конечно, неплохо было бы иметь. Нет агрессии в атаке, нет агрессии при прострелах с фланга. Не так просто пройти по центру, когда команда обороняется пятью защитниками. Поэтому нужно вскрывать фланги и доставлять мяч шрафную. А там уже агрессия важна. А нам ее пока не хватает. Субтитры создавал DimaTorzok